Здравствуйте! Меня зовут Самулинка Наталья, и вы снова на канале Репейник. Как видите, за мной совершенно другой фон, и он совсем не розовый. И мой красный пожизненос уже не так бросается в глаза. Ну что, продолжаем? Поехали! Предлагаю продолжить тему гортензии и поговорить о классических гортензиях садовых или крупнолистных. Несомненно, это звезда и украшение любого сада, способное свести с ума любого садовода. Посмотрите, какие яркие сказочные фотографии нам услужливо подкидывает интернет. Ну разве это не чудо? Сказка! Не надо ломать голову над схемами цветников и подбору растений. Все, засадили макрофилы, и вот цветник готов. Просто, правда? Но давайте разберем, так ли это на самом деле. Что мы знаем об этой гортензии? Хидрангия макрофила – это быстро растущий вид, родом из Японии и Китая. Высота в зависимости от сорта и региона может варьироваться от метра до двух. Соцветия – крупные шаровидные, состоящие из голубых, синих или розовых цветов. Эту гортензию очень любят флористы, так как она декоративна даже после того, как отцвела. Садовая гортензия достаточно требовательна к почвам. Предпочитает богатые влажные грунты с хорошей аэрацией. Великолепно чувствует себя в тени. Но и полное солнце тоже выносит. Правда, в этом случае нужно все время следить за тем, чтобы земля постоянно оставалась влажной. Садоводы прекрасно знают о ее способности менять окраску в зависимости от кислотности почвы. Какие только эксперименты не проделывали садоводы, чтобы изменить цвет своей красавицы. Закапывали ржавые гвозди, банки, поливали марганцовкой, молоком, медным купоросом. Фантазия и смекалка садовода не знает границ. Она бесконечна. Напомню, что на кислых почвах гортензия имеет голубые, синие, фиолетовые оттенки. На нейтральных и щелочных – розовые, красные или бордовые. Но этот эффект проявляется только в том случае, если pH постоянно поддерживается на одном и том же уровне в течение всего периода вегетации. Начиная с момента сокодвижения. Не обязательно играть с ржавыми гвоздями. Можно использовать более простые методы. К примеру, добавить сульфат алюминия, чтобы цветы стали голубее. Или доломитку, чтобы стали розовыми. А еще проще прийти в магазин и купить сбалансированное удобрение, которое не просто изменит цвет, но и даст вашему растению все необходимые микроэлементы. В особые обрезки садовая гортензия не нуждается. Разве только после цветения срезать отсвевшие соцветия, чтобы не ослаблять куст? Ну и замульчировать, конечно. Ах да, макрофилы почти ничем не болеют. И ел почти никто не ест. Даже тля на ней редкий случайный гость. Вроде бы все звучит неплохо. Ничего сложного. И многие уже представили, каких участки превращаются в сказочный садик, в котором живут феи и гномы. Но вот незадача. Все это верно. Если вы живете в шестой климатической зоне, жителям пятой зоны придется укутывать побеги на зиму. Ну а если вас угораздило оказаться в четвертой, то к укутыванию побегов добавляется еще утепление корней. Но и это может не помочь. Я уже молчу про танцы с бубнами для жителей более холодных регионов. Основная проблема макрофила, кроме низкой зимостойкости, заключается в том, что она цветет на прошлогодних побегах. Не сохранил побеги, подмерзли цветочные почки. Все, до свидания. Ничего, кроме больших зеленых листьев, вы не увидите. Все это печально. И, наверное, проще всего было бы просто отказаться от этой культуры. Но северные садоводы – упрямые люди. Смириться с неудачами они не могут. Как так на юге цветет, а мы чем хуже? Наверное, именно поэтому мы так обрадовались, когда на рынке появилась серия гортензий, «Бесконечное лето». Группа, обладающая удивительными качествами. Уникальность «Бесконечного лета» заключается в том, что растение цветет как на побегах прошлого, так и на побегах текущего года. Таким образом, как бы растение не пострадало после зимы, мы все равно можем насладиться ее цветением. На этом ее достоинства не заканчиваются. Через каждые 6 недель после первой волны цветения у сорта появляются новые бутоны. И таким образом цветение может длиться долго. В зависимости от погоды, конечно. Фух, хорошо. Успокоили, вздохнули многие садоводы и опять оказались неправы. Я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и выводами. Сохранить прошлогодние побеги мне не удалось ни разу. Они подмерзают после первых же заморозков. Правда, надо отдать должное, что корневая система остается живой, даже если мы с вами ее не укрыли. Куст набирает массу и отрастает достаточно быстро. При условии, что место выбрано солнечное и безветренное. Более того, эта гортензия действительно цветет на побегах текущего года. Но не так, как мы ожидаем. Одно, в лучшем случае два средних размера в соцвете. Согласитесь, не такого эффекта мы от нее ждем. С накшибательного цветника уже не получается. Такими цветами фей не привлечешь. Мы пробовали выкрутиться из ситуации и стали бесконечное лето использовать как горшечную культуру. Весной, как только погода позволяет, высаживали ее в уличные вазоны. А осенью закапывали в зоне огорода. Таким образом, за счет того, что контейнер прогревается быстрее, мы смогли выиграть дополнительную неделю к вегетации. Это немного изменило ситуацию в лучшую сторону, но не очень критично. Тогда я просто решила, что что-то не могу учесть, и такое слабое цветение – исключительно моя ошибка. Ведь все, что заявил производитель о серии «Бесконечное лето» принадлежит знаменитому доктору Майклу Диру, подтвердилось. Вкус зимостойкий и цветет на побегах текущего года. Что мне еще надо? Обильное цветение? Шапки больших ярких соцветий? Ну, батенька, учите и сажать просто. В этом Майкл Дир тебе помочь не может. И так бы я считала дальше, если бы не наткнулась на одну интересную статью. Статья называлась «Бесконечное лето. Бесконечное разочарование». Целиком статью я здесь зачитывать не буду. Прочитайте ее в оригинале или уже переведенной можно будет у нас в группе ВКонтакте. Скажу лишь, что наш англоговорящий коллега столкнулся ровно с теми же проблемами. И не только он один. Такая ситуация характерна для всех регионов с прохладным климатом. Ну, не хватает ей тепла для полноценного обильного цветения. Приходится признать, что макрофилы мы по-прежнему можем выращивать только в качестве комнатного растения. Расстроила? Наверное, немного да. Но не расстраивайтесь. Опять же, выход есть. Вот посмотрите на этот куст гортензии. Как он цветет. А ведь это не Крым, не Италия или Испания. Это Ленинградская область. И это макрофила. Эта гортензия не имеет сорта. Ее невозможно купить ни в одном садовом центре, на выставке или гипермаркете. Но она растет во многих старых садах. И она зимует, цветет и ничем не болеет. Видимо, когда-то природа сделала сразу два бесценных подарка садоводам. Один в Северной Америке. И этот подарок нашел известный садовод Майкл Дир и превратил его в знаменитую серию в голубых горшках. А вот второй оказался в Ленинградской области. Его передают как бесценный дар. Из рук в руки. Не знаю, получится или нет, но мне бы очень хотелось, чтобы питомник гортензии в Ленинградской области обратил внимание на эту уникальную гортензию. И как знать, может быть, именно наша гортензия станет тем желанным растением, о котором так грезят садоводы всего мира. На этом все. Обязательно оставляйте комментарии и цепляйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok